Продолжение следует... 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 На мой взгляд, 83-84% достаточно высокий параметр. Общая выживаемость также имела достоверную тенденцию к улучшению. Вот как раз в разрезе токсичности, что, к сожалению, лучевая терапия завязана на технологическом решении, на высокоточном оборудовании. Но и благодаря тому, что мы смогли использовать более точные методики облучения, увеличение токсичности, достоверное увеличение токсичности в группе эскалации дозы мы не увидели у этой группы пациентов, что очень интересно. Это сводная таблица из одного из моих любимых североамериканских изданий. То есть концептуально, когда мы рассматриваем пациентов умеренного и высокого риска прогрессивания, наша задача рациентных онкологов проста – подвести максимально большую дозу. Это мы можем решить различными путями, то, что мы уже говорили в первой части нашей конференции. То есть так называемый буст. Буст – это может быть доставлен на простату благодаря дистанционной лучевой терапии, как в классическом фракционировании, стереотоксической лучевой терапии, так и возможными вариантами брахитерапии. Второй вопрос – это объемы облучения. Спекулятивность, сложный, обсуждаемый вопрос в мире рациентной онкологии. Но и ответа на него четкого нет до сих пор. Но, по крайней мере, тенденцию последних лет я хочу отобразить. Вот это исследование из журнала Европейского общества рациентных онкологов 1924 года, статья, опубликованная как раз нашими коллегами из Германии, вывел некую таблицу по тем исследованиям, которые посвящены изучению необходимости облучения лимфоузлов таза. И если обратить внимание, то четвертое исследование по счету ПОП-РТ – это единственное исследование, рандомизированное исследование третьей фазы, где мы увидим достоверное увеличение онкологических показателей без рецидивной выживаемости, без метастатической выживаемости. Однако, опять-таки, при пятилетнем наблюдении мы не получили разницы в общей выживаемости, но авторы делают заключение, что требуется больший период наблюдения, и в ряду особенностей клинического течения есть некая взаимосвязь. Если улучшены показатели без метастатической выживаемости, то потенциально при большем периоде наблюдения, через 10-15 лет, возможно, мы увидим клинические эффекты в общей выживаемости. Первые два исследования, которые либо не демонстрируют никакого преимущества широкопольного облучения, либо, если оно есть, то сложно интерпретировать, они не выдерживают критику в настоящий момент по ряду факторов, но два основных, это первое, то, что мы видим недостаточно высокие дозы на первичную опухоль, 70 грей, и второй момент, то, что отличает эти исследования от четвертого, то, что изменились принципы по определению мишеней, по рекомендации по уровню профилактического облучения, то есть на тот период, когда эти исследования были, объем облучения был ниже, в настоящий момент границей является обязательным включением в коллекторах общеподвижных лимфатических узлов. Это как раз то исследование, четвертое исследование по партии, которое демонстрирует достоверные результаты по онкологическим результатам без улучшения общей выживаемости. Но мы должны также понимать, что увеличение объема облучения достоверно сопряжено с увеличением токсичности в данном исследовании в рамках мочеводелительной системы. Поэтому, конечно же, мы должны это учитывать, когда принимаем решение о лечении наших пациентов. И, по сути, какие рекомендации мы не возьмем, в принципе, объем облучения в рекомендации представляет следующим образом. Умеренный риск благоприятного облучения только простаты, начиная с неблагоприятного высокий, с широкопольным облучением. Второй вопрос комбинированного лечения. Когда мы говорим о пациенте умеренного риска либо высокого риска, всегда говорим о гормонолучевой терапии. И, по сути, взять рекомендацию сценария, потенциальный сценарий лечения, можно было бы остановиться много исследований, которые оценивают продолжительность неадъювантную, адъювантную, адъювантный вариант гормональной терапии. Но в последнее время достаточно активно изучается интенсифицирование лечений пациентов особенно высокого риска. И один из потенциальных сценариев – это интенсификация лечения в разрезе дополнения, рандомизированные исследования группы RTOG с интенсификацией добавления децитоксела. Это пациенты очень высокого риска прогрессирования, с которым проводилась полноценная, правильная с точки зрения онкологических позиций лучевая терапия, но при этом интенсифицированный вариант лекарственной терапии. На данном случае я хотел просто обратить внимание, что опять-таки в разрезе популяционного среза пациентов возрастной категории, что все-таки это молодые пациенты 66 лет. Результаты следующие, что, безусловно, такой агрессивный подход обладает более выраженной гематологической токсичностью, но при этом общая выживаемость при небольшом периоде наблюдения позволяет выиграть 4% в разрезе 4-летнего наблюдения. Другой вариант интенсификации лечения – это гормональная терапия, другой сценарий лечения, потенциального возможного лечения. Это базируется на метаанализе на платформе STAMPID, которое помимо андрогенодепрессионной терапии осуществляется добавление абиратрона или без энзоутомида. Большое исследование достаточно, тоже молодая категория пациентов, и вот такой подход позволил у пациентов высокого риска, очень высокого риска, улучшить показатели безминстатической выживаемости на 13%. То есть вопрос интенсификации, он обсуждается. Это не мои какие-то личностные мысли, идея, как подтверждение, некое заключение, консенсус, обсуждение наших европейских коллег, панель экспертов, 80% которых подразумевает в том или ином случае, либо высокого риска пациента, либо очень высокого риска, интенсификацию комбинированного подхода в лечении пациентов. Много сейчас исследований инициировано в разрезе использования современных препаратов гормональной терапии, и в разрезе этого, одно из этих исследований, которые мы ожидаем в скором будущем. Как раз это исследование интересует тем, что если в G2, где оценивалась эскалация дозы на предстательную железу до 80 ГР, был один неблагоприятный фактор высокого риска, то в этом исследовании два и более факторов. Поэтому такое более агрессивное течение логично рассматривать в разрезе более интенсифицированного лечения гормонального подхода. Это мой завершающий слайд, я об этом всегда говорю, и предыдущий докладчик тоже об этом упоминал, что мы говорим о хороших результатах лучевого лечения только в разрезе соблюдения всех принципов гарантии качества так называемой современной качественной лучевой терапии. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, Петр Владиславович. Скажите, ну вот я понимаю, что вы, как бы вы поступили все-таки с тем пациентом, который был представлен, лучевая терапия, взяли бы вы на лучевую терапию или отдали бы хирургам? Знаете, я не вижу абсолютных противопоказаний к органозберегающему лечению гормоно-лучевой терапии. Поэтому, опять-таки, обсуждение желания пациента, предложение вариантов. Скажите, а еще можно вопрос по докладу? Вы говорите про эскалацию дозы на предстательное железо, а эскалация дозы на лимфоузлы и вообще нужно ли все-таки облучать лимфоузлы? Это была часть посвящена моему сообщению о профилактическом облучении. Но есть вопросы о необходимости профилактического, об увеличении дозы, профилактической дозы на лимфоузлы в отсутствие пораженных лимфоузлов. Рандомизированных работ нет, но те когортные исследования, которые есть, говорят о нецелесообразности. Увеличение токсичности существенное, но при этом клинические результаты не улучшаются. То есть до порядка 50 грейн? Все верно, да, до 50 грейн. И дальше на предстательную железу. Сергей Владимирович, ну а Вы бы отдали Петру Владиславовичу этого пациента или прооперировали? Я думаю, прооперировали. Не отдали. Не отдали. Мне нравится Ваш подход. Петр Владиславович, спасибо. Продолжение следует...